Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, какое количество некоммерческих организаций зарегистрировано Управлением Минюста России в Саратовской области, и для всех ли нужны отчетности? То есть все ли должны подавать отчеты? По состоянию на 1 января 2021 года у нас зарегистрировано 2308 некоммерческих организаций. В зависимости от организационно-правовой формы эти некоммерческие организации должны подавать разную отчетность. То есть в это число входят как организации общественные, так и некоммерческие организации и религиозные организации. И для каждой из этих категорий своя форма отчетности и свои правила ее сдачи. Единственное, что для них их объединяет, это срок сдачи отчетности до 15 апреля ежегодно. Есть такие организации, благотворительные фонды. Сколько их всего на территории Саратовской области и какую отчетность они должны сдавать? Ну, помимо отчетности, которую они сдают как некоммерческие организации, они еще должны сдавать информацию о своей благотворительной деятельности. У нас вообще благотворительных организаций на территории области действующих порядка 108 единиц. Информацию, которую они до 1 апреля должны представить в управлении Минюста, они должны, во-первых, проинформировать о финансовой и хозяйственной деятельности, о том, на что они расходовали свои средства. Проинформировать о реализации программ благотворительных, которые они утверждают ежегодно. Ну, и в том числе представить сведения о своих руководящих органах. То есть, это такая специфичная форма представления информации, которая характерна только для благотворительных организаций. Целью получения отчетности с некоммерческих организаций не является усложнение им жизни, а является получение информации государственным органам с минимальными затратами со стороны некоммерческого сектора. Например, общественные организации, они представляют информацию о продолжении своей деятельности в свободной форме и состав этой информации об адресе этой организации, об органах управления и о контактных данных. Форма свободна, то есть в свободной форме информировать. И если общественная организация получает иностранное финансирование, она еще сдает информацию в формате отчета, уже формализованной, где информирует о том, каким образом она расходует эти средства. По некоммерческим организациям еще проще ситуация может состоять. Например, если некоммерческая организация не имеет в составе своих руководящих органов, членов иностранных лиц или лиц без гражданства, если она не получала иностранного финансирования и ее оборот за предыдущий год составлял менее 3 миллионов рублей, она просто подает заявление о соответствии вот этим трем критериям, то что нет членов или руководителей иностранцев, нет иностранного финансирования, нет 3 миллионов рублей в обороте. И все, на этом ее обязанность по информированию нас о своей деятельности заканчивается. По религиозным организациям, опять-таки, процедура максимально простая. Если религиозная организация не получала иностранного финансирования, она вообще не сдает никаких отчетов. Например, у нас свыше 400 религиозных организаций зарегистрированы на территории области. За 2019 год нам отчеты сдали только две организации, потому что остальные, в принципе, не получали финансирование за рубежа. Есть еще такая форма, как казачье общество, включенное в государственный реестр казачьих обществ. У них тоже дополнительный отчет. Это отчет, которым они подтверждают численность своего казачьего общества. И принятие на себя обязательства по несению государственной службы. Этот отчет также сдается до 15 апреля ежегодно. В этом году появился новый вид отчетности. Это отчет НКО, который использует ящики для сбора пожертвований. Расскажите об этом. Да, действительно, у нас был новый отчет введен. Мы еще не сталкивались, поскольку мы первый раз, мы еще не сталкивались на практике с представлением такого рода отчетности. И она призвана для того, чтобы немножко, скажем так, ввести в правовое поле такую форму получения благотворительных пожертвований, как сборы в ящики. Ну, мы, наверное, все сталкивались, когда в магазинах стоят ящики, либо люди ходят с ящиками для сбора пожертвований. И, соответственно, чтобы вот это все ввести в правовое поле, решили посмотреть, каким образом эти денежные средства, они, в принципе, попадают, каким образом они расходуются. Эту отчетность у нас сдают благотворительные организации, которые такой способ используют. И в этой отчетности они достаточно подробно расписывают о том, на что эти денежные средства они потратили. В том числе они расписывают, каким образом у них проводится изъять этих денежных средств. Ну, там достаточно большой объем информации, которую они закладывают в отчетность. Вот эти вот детали, чтобы сейчас это все не пересказывать, эти все информацию можно посмотреть на сайте управления и в отношении этой новой формы отчетности. Ну, посмотрим, как его будут сдавать в этом году, мне самому интересно. Сдаст нам кто-нибудь или сейчас выяснится, что никто якобы с ящиками никаких не имеет дел. Но вот эту информацию подробную, что должно содержаться в этом отчете, можно посмотреть на сайте управления. А какими способами сейчас некоммерческие организации могут воспользоваться для передачи отчетности? Вот может быть, есть какой-то самый быстрый, легкий способ? Я думаю, к нему многие бы с удовольствием обратились. Выбор способов, он достаточно широкий. То есть выбирает, естественно, тот, кто представляет отчеты. В первую очередь, это такой самый классический традиционный способ, это когда официальный представитель организации, ну и руководитель представляет отчет в управлении. Второй способ – это направление по почте с заказным с уведомлением, с описью вложения обязательно. Опись вложения нужна для того, чтобы в случае, если вдруг потеряется отправление, организация смогла подтвердить, что она действительно направляла такие отчетности, и к ней не были применены какие-то штрафные санкции. Третий способ – это направление через электронную почту. Но здесь нюанс в том, что отчетность тогда нужно заверить ЭЦП. Но у нас не распространена эта форма, у нас за предыдущие отчетные кампании никто ей не пользовался. Ну, я имею в виду ЭЦП. И четвертая форма, на мой взгляд, самая простая, самая быстрая, эффективная – это размещение отчетов на портале НКО на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. И еще один нюанс в том, что общественные организации, некоммерческие организации, они должны свою отчетность, такое требование закона, размещать в СМИ, либо в интернет-пространстве. И вот размещение на портале Минюста, оно как раз-таки обеспечивает выполнение этой обязанности организации. Максим Александрович, а какая ответственность предусмотрена для некоммерческих организаций за непредоставление или за отсрочку предоставления вот ежегодных этих отчетов, о которых мы говорим? Ну, понятно, что если есть обязанность что-то сделать, то есть ответственность за неисполнение этой обязанности. У нас есть в Кодексе об административных правонарушениях статья 19.7, в соответствии с которой мы привлекаем, точнее мы не привлекаем, мы составляем протоколы за правонарушение в виде непредоставления отчетности, либо несвоевременное представление отчетности. Мы поэтому и обращаемся к помощи средств массовой информации для того, чтобы заблаговременно напомнить некоммерческим организациям о том, что им нужно сдать ежегодную отчетность, чтобы предотвратить их привлечение к ответственности. Но в любом случае, если организация не представила отчет, либо представила с нарушением срока, мы составляем протокол и направляем в мировой суд, а уже мировой суд определяет окончательную штрафную санкцию. Есть сейчас при определенных условиях возможность в том числе и ограничиться предупреждением в мировом суде, но опять-таки это все на усмотрение мирового судя. Мы только составляем протокол. В настоящее время большой интерес именно к некоммерческому сектору уделяется со стороны государственной власти в виде субсидий, какой-то помощи, грантов. Какое значение в данной связи приобретает исполнение обязанностей некоммерческими организациями по предоставлению отчетности в органы юстиции? Мы сейчас видим, что возрастает количество таких некоммерческих организаций, которые получают эту господдержку. Да, безусловно. Причем как на федеральном уровне выделяются очень серьезные существенные денежные средства, так и на региональном уровне. И даже на некоторых муниципальных уровнях проводятся свои программы по поддержке некоммерческого сектора. Безусловно, исполнение требований законодательства организациями, которые претендуют на получение тех или иных грантов, оно является одним из основных критериев для их отбора. Потому что логика проста. Если организация нарушает требования действующего законодательства, то каким образом она сможет реализовать представленные ей грантовые выплаты? То есть она их получит, а потом они уйдут непонятно куда. Поэтому есть как формально юридически закрепленные требования по соблюдению организации, например, налоговой дисциплины, чтобы не было ни в коей мере задолженности. Потому что есть такое понятие, как организация, оказывающая социально полезные услуги. То есть это организации, которые включаются в специальный реестр. Для того, чтобы включенными в этот реестр, они должны иметь определенный временной ценз по работе плодотворной. Они не должны опять-таки получать иностранное финансирование, не должны иметь нарушение налогозаконодательства за должности по налогам. То есть такие формализованные ограничения, которые связаны с нарушением законодательства в части налоговой дисциплины. Но помимо этого есть, безусловно, и авторитетные, скажем так, ограничения. Потому что комиссии, которые рассматривают претендентов на гранты, они в том числе и от нас получают информацию по своим претендентам, насколько они добросовестно выполняют элементарные, абсолютно исполнимые, легко исполнимые требования, в том числе и по сдаче отчетности. Поэтому я так думаю, что организации, которые планируют получить грантовые средства, которые озабочены уровнем своей репутации, они, конечно, ни в коем случае не забудут сдать нам отчетность. Скажите, пожалуйста, процедура регистрации НКО и сдачи отчетности от них, вот это все-таки разные, ну, такие процедуры отличаются, скажем так. Сейчас период пандемии, кто-то затрудняется приехать лично в управление Минюста, и что бы вы им посоветовали, вот таким организациям? Как зарегистрироваться? Что касается регистрации, у граждан сейчас тоже есть неплохой, на мой взгляд, выбор. Это, во-первых, классические традиционные способы, это все-таки приехать и сдавать пакеты документов на регистрацию управления. У нас в рамках пандемии сейчас есть определенные организационные дополнительные требования, то есть мы по записи принимаем в обязательном порядке, то есть предварительно пока не будут сняты ограничения в субъекте. Но, тем не менее, у нас прием осуществляется, мы принимаем документы, мы не перестали работать. Могут быть направлены документы по почте, опять-таки, заказанным с уведомлением, с описью вложений. Тоже неплохой способ. И есть третий способ, потенциал которого очень неплохой, и ряд субъектов Российской Федерации, они по количественным показателям прям очень неплохо раскрывают этот способ. Это подача заявления о госрегистрации организации через портал госуслуг. Основной плюс для граждан через портал госуслуг не нужно платить госпошлину. То есть, если госпошлина для создания организации, она ставит 4 тысячи рублей, то через портал госуслуг госпошлина не платится. Единственный нюанс в том, что должна быть усиленно квалифицированная подпись электронная. Но, опять-таки, повторяю, сейчас усиленно квалифицированная ЭЦП, она очень полезна во многих поставительствах организации, поэтому это не помешает, если она будет у всех, в том числе некоммерческих организаций.